Кстати говоря, вообще интересно, что чем ниже губернатор в рейтинге устойчивости, тем больше шоу он устраивает вокруг нашего штаба. Такие, казалось бы, проблемные регионы типа Татарстана или Башкирии, там вообще тишь да гладь, никто к нам не лезет. Но как только мы приезжаем к слабым губернаторам, типа Миклушевского дальневосточного, вот они бегут выслуживаться перед Москвой и задерживают, там на 15 суток посадили начальника штаба нашего, там девочку еще одну запугали, с помещением мешается. Но тем не менее, волонтеров у нас там много, и мы будем вести на Дальнем Востоке очень активную кампанию. Пера Аронова. Алексей, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с закрытием некоторых штабов и расторжением договоров с арендодателями. Скорейшее выздоровление. Спасибо большое. У нас нет закрытий штабов. Ни в одном регионе мы не закрыли штаб. У нас были ситуации, при которых приходили какие-то силовики или чиновники и давили на арендодателя, и нас вынудили просто съехать из одного помещения в другое. Ни в большинстве регионов это не происходит. Происходит, может быть, в 10% регионов, где, как я уже сказал, просто такие самые трусливые губернаторы, которые хотят выслужиться. Но мы штабы не закрываем. Мы переезжаем в другого помещения. Но иногда в помещения похуже. Иногда обидно от помещения отказаться. Оно было где-то на центральной области, на центральном месте. В Волгограде у нас было классное помещение на центральной улице. Сейчас мы вынуждены разорвать договор аренда. Но мы найдем другое помещение. Но в конце концов, ведь, нас не помещение интересует. Нас интересуют волонтеры. Нас интересует реальная работа. И волонтеры есть. Начальники штабов есть. Реальная работа есть. Мы ее будем вести. И никто нас, в общем-то, никуда выселить нельзя. Когда нас заставят съехать из всех помещений, мы будем тогда, значит, без помещения вообще координировать действительность, рассылать там наклейки, листовки, люди будут их сами распространять. У нас сейчас 102 тысячи, по-моему, волонтеров записаны. Это огромная сила. Но они, вы, и без наклеек, без помещений все это будете делать. Вы все это делаете бесплатно. Вам же не нужны никакие офисы. Самое главное, что у нас есть наша идея и наша правота. Вот мы и будем с этим работать.